Продолжение следует... Предлог – это часть речи, предлог – это часть слова. Предлог – это часть речи. Предлоги не употребляются с глаголами, с именами существительными. Предлоги не употребляются с глаголами. Предлоги со словами пишутся раздельно, слитно. Предлоги со словами пишутся раздельно. Расшифруйте запись. Проверьте себя. Приготовила Лариса для Бориса суп из риса. Найдем предлоги. Предлог для и предлог из. Вспомним. Предлог – это часть речи. Предлоги со словами пишутся раздельно. Прочитайте. Найдите предлоги. Дети гуляли в лесу. Предлог – в. Лебеди летели над морем. Предлог – над. Хлеб пекут из муки. Предлог – из. Мы читали книгу о животных. Предлог – о. Апрель с водой, март с травой. В этом предложении два предлога. Определите ряд, в котором записаны все слова-предлоги. Первый ряд. Я – перед, луна, она – в, на. Второй ряд. В – за, перед, на, под, с. Третий ряд. Я – му, сел, перед, дом, мы, они. Подумайте. Проверьте себя. Предлоги записаны во втором ряду. Давайте распределим слова по частям речи. Я – местоимение. Под – предлог. За – предлог. Мы – местоимение. В – предлог. Он – местоимение. С – предлог. Итак, выполняя эти задания, мы вспомнили, как определять предлоги. А сейчас давайте подберем предлоги в каждой группе предложений. Пришел в школу, пришел в улице. Какие же предлоги употреблять правильно? Пришел из школы, пришел с улицы. Иду в школу, иду в концерт. Иду в школу, иду на концерт. Работаю в магазине, работаю в почте. Работаю в магазине, работаю на почте. Запомните, как правильно употреблять эти предлоги в речи. Давайте с вами подберем подходящую по смыслу предлоги. Дополним предложение. Уроками бывает перемена. Между уроками бывает перемена. Звонок звенит уроком. Звонок звенит перед уроком. По вертикали. Девочки прыгают через скакалку. Мальчики добежали финиша. Мальчики добежали до финиша. Выполняя это задание, мы учились подбирать предлоги, чтобы связать слова в предложении. Вспомни, предлоги служат для связи слов в предложении. Определите, в каких случаях предлоги со словами употребляются правильно. Первая группа слов. У девочки уплыть. У девочки. Девочка кто? Имя существительное. Плыть. Что делать? Глагол. Мы помним с вами, что предлоги с глаголами не употребляются. Значит, уплыть неверный вариант. В машине. В бежать. Машина. Имя существительное. Бежать. Глагол. Значит, в бежать неправильно. На руке. Нарисовать. На руке. Рука. Имя существительное. Нарисовать. Глагол. Значит, нарисовать неправильно. Перед домом. Переехать. Домом. Имя существительное. Ехать. Глагол. Переехать неправильно. Как же определить предлоги? Вспомним, предлоги употребляются перед именами существительными. Перед глаголами предлогов не бывает. Между предлогом и существительным можно вставить другое слово. Вспомните сказки, найдите предлоги. У лукоморья дуб зеленый, Александр Сергеевич Пушкин, Руслан и Людмила. Рыбы по полю гуляют, жабы по небу летают. Корней Иванович Чуковский, путаница. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Русская народная сказка «Колобок». Найдем предлоги. У лукоморья дуб зеленый, предлог у. Рыбы по полю гуляют, предлог по. Жабы по небу летают, предлог по. Я от дедушки ушел, предлог от. Я от бабушки ушел, предлог от. Прочитайте, подберите подходящие по смыслу предлоги, воспользовавшись словами для справок. Проверим, какое шуточное стихотворение у нас получилось. Воробей сидел на ветке у окна, ну а я на табуретке у окна. Посидели, посмотрели, покачались, полетели. Воробей на крышу с ветки, а я на пол с табуретки. Запомним написание предлогов. Я надеюсь, что вы успешно выполнили все задания и вспомнили все, что мы выучили на наших уроках. Для закрепления полученных знаний я рекомендую использовать учебник для второго класса, вторую часть автора Канакина-Горецкий, ответить на вопросы и выполнить задания на странице 113. Спасибо за внимание. Добрый день, дорогие мои второклассники. Тема нашего урока – табличное умножение и деление. И сегодня мы будем с вами составлять таблицу. Но для начала давайте повторим то, что уже знаем. Попробуйте выполнить следующее задание. Необходимо найти значение этих выражений, заменяя умножение суммой одинаковых слагаемых. Что значит 7 умножить на 4? Это значит 7 взять 4 раза. 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7 получается 28. Что значит 9 умножить на 2? Правильно, это 9 взять 2 раза. 9 плюс 9 будет 18. 3 умножить на 8. Чтобы найти значение этого выражения, нужно 3 взять аж 8 раз. 3 плюс 3 плюс 3 и так аж 8 раз. Удобно считать? Не очень, правда же? Как же найти значение такого выражения быстрее? Что можно использовать? Молодцы. Действительно, можно использовать знание переместительного свойства умножения. 3 умножить на 8 то же самое, что 8 умножить на 3. Поэтому для того, чтобы найти значение этого выражения, мы 8 возьмем 3 раза. 8 плюс 8 и плюс 8 получается 24. Но в жизни бывают ситуации, когда необходимо очень быстро вычислить и назвать ответ. Например, врачам, летчикам. Ведь от этого может зависеть чья-то жизнь. Представляете, если летчику необходимо было бы найти количество километров, которые он пролетит за 9 минут, и он бы начинал складывать эти километры аж 9 раз. Он бы очень долго это решал, даже если бы воспользовался переместительным свойством. А ведь от этого может зависеть жизнь. Поэтому люди придумали и составили таблицу умножения, которую необходимо просто выучить наизусть, как стихотворение. Но учить сразу ее всю не нужно. Мы сегодня с вами составим таблицу числа 2. И составлять мы ее будем с помощью нашей опоры и наших знаний того, что умножение – это сложение одинаковых слагаемых. Сейчас мы составим с вами таблицу умножения 2. И значение будем находить с помощью сложения одинаковых слагаемых. Что значит 2 умножить на 2? Это 2 плюс 2. Получится 4. А теперь 2 умножить на 3. Это значит 2 взять 3 раза. 2 плюс 2 плюс 2 будет 6. Значит 2 умножить на 3 будет 6. А теперь 2 мы берем 4 раза. 2 плюс 2 плюс 2 и плюс 2 будет 8. Значит 2 умножить на 4 получается 8. Теперь мы берем 2 5 раз. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 и плюс 2 получается 10. Значит 2 умножить на 5 будет 10. А используя переместительное свойство умножения, мы без проблем с вами составим табличку умножения на 2. Первое выражение, я думаю, нам менять не нужно. А 2 умножить на 3 будет 6. Поэтому без проблем вы назовете ответ. Сколько будет, если мы 3 умножим на 2? Абсолютно верно. 3 умножить на 2 будет тоже 6. 2 умножить на 4 будет 8. Значит 4 умножить на 2 будет тоже 8. 2 умножить на 5 получается 10. Значит 5 умножить на 2 будет 10. Продолжаем составлять таблицу. Теперь мы берем 2 6 раз. Это 2 умножить на 6 получается 12. 2 возьмем 7 раз. 2 умножить на 7 получается 14. 2 возьмем 8 раз. 2 умножить на 8 получается 16. 2 возьмем 9 раз. 2 умножить на 9 получается 18. 2 возьмем 10 раз. 2 умножить на 10 получается 20. Используя переместительное свойство умножения, составим таблицу умножения на 2. 2 умножить на 6 будет 12. Сколько же будет, если 6 умножить на 2? Правильно. 6 умножить на 2 будет 12. 2 умножить на 7 получается 14. 7 умножить на 2 тоже 14. 2 умножить на 8 будет 16. 8 умножить на 2 будет тоже 16. 2 умножить на 9 получается 18. А 9 умножить на 2 будет 18. 2 умножить на 10 получается 20. И 10 умножить на 2 получается 20. Вот мы и составили с вами табличку, которую нужно будет выучить наизусть. А сейчас давайте попробуем использовать составленную нами таблицу для решения следующих заданий. На странице 80 номер 2. В одном пакете 2 килограмма муки. Что узнаешь, вычислив 2 умножить на 3, 2 умножить на 5 и 10 разделить на 2? Посмотрите внимательно. Один пакет весит 2 килограмма. Что же значит выражение 2 умножить на 3? Абсолютно верно. Это значит, что мы 2 берем 3 раза. Сколько же получится? 2 умножить на 3 – это 2 плюс 2 и плюс 2. Получается 6 килограммов. Давайте разберем следующую запись. Что значит 2 умножить на 5? Это 2 взять 5 раз. 2 умножить на 5 – это 2 плюс 2, плюс 2, плюс 2 и плюс 2. Получается 10 килограммов. А теперь нам нужно ответить на такой вопрос. Что же означает запись 10 разделить на 2? Что такое 10? 10 – это общее количество килограммов. Что такое 2? Это масса одного пакета. Если мы 10 разделим по 2, то мы найдем количество пакетов. 10 разделить на 2 будет 5 пакетов. Молодцы! Для закрепления пройденного материала я предлагаю вам выполнить следующее задание. Выучить составленную таблицу наизусть и выполнить задание на странице 80 номер 1 и номер 5. Спасибо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова